Мысл Польска, Польша, Арбан и Путин, родственные души, Анджей Щенсняк. Мысл Польска, Польша. 17 ноября 2019 года. 30 октября российский президент Владимир Путин приезжал в Будапешт по приглашению венгерского премьера Виктора Арбана. Это уже очередной визит после переломной поездки в феврале 2015 года, когда Европа по требованию американцев ввела против России санкции и заморозила с ней все контакты, но Арбан не побоялся их разморозить. Сейчас два лидера встречаются все чаще при разных обстоятельствах. То это был чемпионат мира под ЗУДО, известное дело, то Евразийский саммит, а сейчас, во время очередной встречи они общались особенно долго, 7 часов. Глава венгерского МИД Петерсиярта, Петерсиярта, наполняет стратегические решения Арбана и Путина экономическим содержанием, Часто бывая в Москве и встречаясь с Сергеем Лавровым и другими министрами, а также с главой Газпрома Алексеем Миллером, Венгрия старается обойти европейско-российские ограничительные меры в том числе на локальном уровне. Она предлагает свои продовольственные товары и лекарства, которые входят на российский рынок. Одновременно реализуются совместные российско-венгерские проекты в других странах. В рамках одного из них в Египет, например, было поставлено 1300 железнодорожных вагонов. Такая мелочь, всего миллиард евро. Кроме того, бенгеры приглашают россиян в Будапешт, на Болотон и в другие интересные места, с которыми у жителей России связаны теплые чувства еще и со времен СССР. Контракты подписываются прежде всего в энергетической отрасли. Это основная сфера сотрудничества Будапешта и Москвы. Сейчас в венгерской столице подробно обсуждался вопрос поставки Венгрии газа в ближайшие пять лет. На горизонте маячит украинский кризис. Поэтому стороны договорились, что огромные венгерские газохранилища будут заполнены сырьем. А Газпром обязался поставлять газ даже в том случае, если транзит через украинскую территорию будет приостановлен. Венгрия себя обезопасила. Уже не первый год объем закупок продолжает расти, при этом совершаются они на очень выгодных для Будапешта условиях. История начиналась с враждебности. Арбан провел красную линию, заявив, что мое, то мое и вырвав из российских рук акции венгерской нефтегазовой компании «Моля». Потом началось сотрудничество, на котором Венгрия зарабатывала сотни миллионов долларов. Арбан приглашал Путина в Будапешт все чаще. Сталкиваясь с недовольством Запада и оскорблениями со стороны коллег по политике, Будапешт открывал Путину дверь в Европу и получал за это достойную награду. Газовые договоры были настолько выгодными, что польские политические деятели не могли скрыть свои зависти. Сейчас Венгрия подключается к новой российской инициативе. Это газопровод «Турецкий поток», который пойдет через Черное море, Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию. Брюссель и Вашингтон заблокировали проект «Южный поток», который мог принести Венгрии хороший доход и обеспечить безопасность поставок. Но нашелся другой путь, по которому газ можно будет направить в обход Украины. Первым получателем станет, правда, не Евросоюз, а Турция. Нельзя забыть также о масштабном проекте возведения атомной электростанции ПАКШ. Сначала было привлекательное предложение российского Росатома, включавшее в себя привлечение венгерских компаний и большой объем российского финансирования, 10 из 12 миллиардов стоимости инвестиций, потом года усилий, направленных на получение согласия Брюсселя. На фоне современных трендов в энергетике кажется чудом, что Венгрии удалось в итоге победить бюрократию и враждебные клики из сферы геополитики и энергетики. Сейчас проект постепенно переходит на этап реализации, подписываются последние контракты и выдаются последние разрешения. В ходе визита Путина Венгрия и Россия также заключили договор о поставках нефти по трубопроводу «Дружба» до 2025 года, 4 миллиона тонн в год, общая стоимость – 10 миллиардов долларов. Успех? Разумеется, но венгры реалисты, они стараются извлечь выгоду везде, где это возможно, а одновременно сохранить сильную переговорную позицию. Венгерский нефтегазовый концерн «Моле» приобрел долю в азербайджанском блоке месторождения Азерича Рагбюнишли и в нефтепроводе Баку-Тбилиси Джихан, БТЦ, по 9%. Арбан обсуждал эту сделку в Азербайджане в середине октября, но о результатах сообщили только после визита Путина. Это называется умением играть на двух роялях одновременно и проводить дипломатию, приносящую экономическую выгоду. В энергетике Будапешт сделал ставку не на безопасность, а на цену. Закупка дешевой нефти позволяет обеспечить конкурентоспособность концерну «Моля» и иметь одни из самых низких в Европе цен на топливо. Дешевый газ – это не только экономия для домохозяйств, большинство использует газовое топление, но и низкие затраты в промышленности, что дает дополнительный импульс для экономики. Цены на электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в Европе. Строительство двух новых энергоблоков АЭС ПАКЖ закрепит такое положение дел. Арбан прекрасно знает, что деньги – основа как экономической, так и политической позиции государства. Когда союзники требуют покупать у них более дорогой продукт, нужно подождать и перетерпеть, а потом в течение многих лет извлекать выгоду. Согласие на газ свободы означает, что тебя потреплют по плечу, а потом будут десятилетиями выставлять огромные счета. Американцы настаивали на том, чтобы венгры покупали их СПГ, но Арбан ответил просто. Мы рады появлению американского газа, это конкуренция для России. Пусть продавцы борются за наши деньги. Мы клиенты, так что мы будем покупать самое дешевое сырье. Сейчас россияне продают Венгрии 7,6 миллиардов кубометров газа, это 88% ее импорта и 79% ее потребностей. Зависимость. Будапешт использует то, что в Польше глупо называют зависимостью в качестве рычага для продвижения собственных национальных интересов. Венгрия покупает огромные объемы нефти и газа, а поэтому сальдо ее торгового баланса с Россией оказывается отрицательным. Так что она стремится его выровнять. Венгры хотят продавать россиянам как можно больше своих товаров и иметь выгодные условия для вложения венгерского капитала. Использует ли кто-нибудь в Польше выражение «польский капитал»? Успехи есть, но для них необходимо сотрудничество с Москвой. И ему, как говорит Арбан, вовсе не мешают членства Венгрии в НАТО и Евросоюзе. Венгерский премьер убедительно обосновывает свою политику. В Будапеште он сказал, ее основа – это простой географический факт. Ни одно государство не может взять и изменить номер дома, в котором живет. Оно находится там, куда поместил его Господь Бог. Венгрия находится в треугольнике между Москвой, Берлином и Стамбулом. Мы жили здесь тысяча сто лет назад и будем жить дальше. Наш исторический и политический опыт подсказывают нам, что если между западной и восточной частями Европы отношения складываются плохо, Венгрия оказывается в проигрыше, а когда они складываются хорошо, Венгрия выигрывает. Глава венгерского МИД добавил, интерес Венгрии заключается в поддержании хороших и искренних отношений с Россией. Венгерское руководство будет в своей внешней политике ориентироваться на национальные интересы. Арбан наметил основное направление работы венгерской дипломатии. Мы стараемся привести к тому, чтобы все, а в особенности те страны, которые с нашей региональной точки зрения играют для нас важнейшую роль, были заинтересованы в успехе Венгрии. Интересно, что при каждом удобном случае Арбан напоминает о небольшом размере своей страны. Он скором наподчеркивает, что Венгрия знает, каковы ее размер, значение и место, а также интересы. Но потом следует залп из самых тяжелых орудий, Будапешт заинтересован в нормализации отношений между Россией и НАТО. Сферой сотрудничества между Арбаном и Путиным стала также вера. Венгрия уже много лет подряд помогает подвергающимся преследованиям христианам по всему миру. Россия проводит похожую политику, хотя и в гораздо более широком масштабе. Во время визита российского президента в Будапешт два политика встретились с иерархами христианских церквей с Ближнего Востока. В ходе этой встречи Арбан высоко оценил миротворческую миссию Москвы в регионы. От имени локальных церквей высказался архиепископ Жан Климан Жан Бар, Ян Члемент Ян Барт, сказавший, что операция России в Сирии дает надежду христианам. Путин это, судя по всему, глубоко тронуло. Мы не можем без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами. Это колыбель христианства, но сейчас она оказалась под угрозой. Мы видим убийства, насилие, грабежи. Россия сделает все для зашитых христианства, восстановления святыни церквей, сказал он. Москва, конечно, слезам не верит, но, можно задаться вопросом, не заслуживают ли сегодня такие политики, как Арбан и Путин, титулозащитники веры. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова